Всем привет! Меня зовут Оксана Шенина. Я приняла участие в программе Кетолайт Маши Тафье и сбросила за 6 недель 14,6 кг с веса 116,4 кг до веса 101,8 кг. Я стала победительницей программы и получила от Маши главный пресс 40 тысяч рублей. Мне 44 года. Наверное, как и многие из нас, много уделяю внимания своей любимой работе. Я государственный служащий, поэтому приходится работать много и в выходные, и в праздники, есть и ночные дежурства, и свободного времени очень мало. В течение дня перекусы нередко привычными вкусняшками бесполезными, отсюда нарушение режима питания, поздние ужины, ну и как результат лишний вес. Не сказала бы, что я веду малоподвижный образ жизни, но когда я закачала шагомер в телефон перед прохождением программы, то удивилась, что прохожу в день всего лишь 3-4 тысячи шагов. Это очень мало. За время прохождения программы я выработала у себя привычку много ходить, мне это даже очень понравилось, ну и просто гулять, что ранее мне удавалось крайне редко. Программа доступна для понимания, очень интересная. Если честно, я сначала не верила в свой успех, уж очень заманчиво сытно ешь и худеешь, но решила проверить данный метод на себе. И все получилось именно так. Я никогда не ходила голодной, всегда была энергичная, активная. И, наверное, мне повезло, что я даже не испытывала никакого дискомфорта в организме за время прохождения программы. Худела я планомерно, отвес у меня был еженедельно, то больше, то чуть меньше. Я применяла, значит, машины советы, сделала себе ранний ужин и прогулочку. И процесс пошел более активно. Китос у меня присутствовал всегда и балансировал где-то с полутора до четырех единиц. Если бы у меня спросили, что такое кито, и как я научилась питаться, я ответила бы так, что мы резко снижаем потребление углеводов и повышаем потребление жиров. Используя запасы углеводов в печени и мышцах, организм начинает использовать запасной источник энергии, это жир. Организм вырабатывается гормон глюкокон, который сжигает и поступивший с пищей жир, ну и жир, который скапливался у нас многие годы. Необходимо соблюдать пропорции белки, жира, углеводы. Значит, их формула была 75, 120, 30. С удовольствием мы можем кушать мясо, рыбу, бекон, ягоды, морепродукты, яйца, сыр и очень многое другое. Рацион очень разнообразный, но, конечно, есть и запрещенные продукты. Это и многие фрукты сладкие, да, это апельсины, манго, виноград и так далее. Это сахар, привычные хлебобулочные изделия, овощи, такие как картофель, свекла и так далее, зерновые и другие продукты. Все это я узнала на программе и теперь готова двигаться дальше самостоятельно. Стоит уточнить, что в протоколе присутствуют и взаимозменяемые продукты, которые не меняют ни качество еды, ни вкус и доступны уж точно каждому. Во время участия в программе Маша и ее помощники всегда были на связи, всегда нам помогали, оперативно отвечали в чате на все наши вопросы, поддерживали нас. И время программы протекло просто быстро, даже незаметно для себя. Я хочу сказать большое спасибо Марии и ее команде за помощь в достижении цели. Всем желаю успеха, здоровья, двигаться только вперед, шаг за шагом и верить в себя.